Джек попал в приют 6 лет назад с огнестрельным ранением в спину. С параличом задних конечностей, малой подвижностью и нарушением кровообращения ему особенно трудно переживать зиму. Работники приюта делают все возможное, чтобы защитить собаку от морозов. Характер у Джека, как и судьба, не из легких, поэтому живет один, но в помещении по соседству еще несколько собак, требующих особого ухода. Надо пережить эту зиму, а уже в следующий у Джека и его товарища по несчастью должен появиться теплый изолятор и стационар. Деньги на все это приюту вновь удалось получить из фонда президентских грантов, рассказывает председатель правления ООО «Зооцентр приют Надежда» Олег Емельянов. С 2017 года мы уже участвуем 12 раз в грантовом конкурсе фонда президентских грантов. И пятый раз мы стали победителем с проектом «Дарим тепло». Этот проект направлен на улучшение условий содержания животных и на приведение в соответствие с требованиями нашей приюта. То есть по требованиям к приютам у нас должна быть кормокухня теплая, у нас должен быть изолятор, стационар для животных. Именно на это будут потрачены эти деньги. Вот на этом самом месте уже нынешней весной в апреле начнется строительство так необходимых приют у новых помещений. Изолятор это получается теплое помещение с небольшими получается вольерчиками, где будут находиться животные либо после операции, либо перед операцией, либо старые больные животные. Сейчас есть изолятор, но там условия не соответствуют никаким требованиям. Нынешняя кухня в приюте «Надежда» хоть и не под открытым небом, но все же еду собакам готовят в избушке без окон и дверей. А поскольку занимаются этим неравнодушные и сильные, но все же женщины, холод существенно осложняет их работу. Поэтому окна и двери очень нужны. Так же, как и отдельные печки. Их в новой кухне будет две. Одна для обогрева помещения, другая для приготовления собачьей еды. Помощники, студенты и школьники в основном приезжают по выходным. В условиях вновь выигранного приютом гранта не только получение средств на строительство изолятора и кухни, но и продолжение работы волонтерского центра «Добрая воля», открывшегося на базе лицея номер один в прошлом году. Грант выигран не только на строительство изолятора. Это как бы то, что мы хотим. Но, тем не менее, будут проведены еще несколько мероприятий. Будут проводиться субботники на территории приюта силами волонтерского отряда «Добрая воля». Это студенты факультета технологии предпринимательства и школьники лицея номер один. Будут проводиться уроки дружбы, будут проводиться традиционно уже ставший фотоконкурс с призами. И это все будет в течение года. Студенты-волонтеры Шадринского государственного университета – одни из постоянных добровольных помощников приюта. Так получилось, что сегодня сюда приехали только девчонки. Но и они в меру своих сил борются с выпавшим накануне снегом. Разгребают дорожки, ведущие к вольерам. Приезжаем мы сюда раз в две недели, по субботам, чтобы помогать тут собачкам и людям, которые в свое свободное время. Им же было в разы тяжелее самим работать. А так мы помогаем, приезжаем. Мы помогаем с уборкой снега, доски таскались для приготовления пищи. Также продукты возим. То есть тратите свою стипендию на то, чтобы покупать продукты? Ну, можно сказать и так, волонтерство. Мы скидываемся всей группой, чтобы купить побольше. Откликается народ на то, чтобы скинуться? Да. Иван Емельянов, семиклассник лицея номер один, приезжает в приют вместе с отцом каждую неделю. Несмотря на свой непростой подростковый возраст и наполненный учебой и увлечениями жизнь, находит время помочь четыроногим обитателям «Надежды». Я приезжаю помогать, потому что работники приюта не справляются с задачей. Я им пытаюсь помочь. У много собак в приюте и нужно помогать. А что конкретно делаешь? Как помогаешь? Сегодня вот снег убираешь, да, раз лопатка. Огребающе, плю, таскаю дрова и все. За то время, что он проводит с собаками, у Ивана, конечно, появились свои любимицы. Ласковая и доверчивая Бася – одна из них. Не у всех собак в приюте есть клички, у некоторых только номера вольеров. Потому что невозможно придумать клички для двухсот с лишним собак, объясняет Иван. Не просто и накормить, и обиходить всех, поэтому в приюте так рады любой помощи неравнодушных шадринцев. Кроме студентов и лицеистов, помогающих по мере своих сил и свободного времени, здесь постоянно работают несколько преданных животным людей. Тех, кто здесь постоянно работает, можно смело называть золотыми и серебряными волонтерами. Не только по возрасту, но и качеству их сердец. Качать воду из скважины, варить еду в огромных кастрюлях, прибирать и утеплять вольеры – все это дело их натруженных рук и неустанных горячих сердец. Говорить на камеру они не всегда соглашаются. Женщины есть женщины и не хотят демонстрировать свою видавшую виды рабочую одежду. Но у каждой на памяти есть десяток историй про судьбы, попадающих в приют собак. Возможно, клички, они просто номера получают именно собаки с особенной историей или ярким характером. Вот у этого рыжего жизнелюбца есть и то и другое, поэтому есть и кличка – Огонек. Бывший хозяин просто привязал его к дереву и позвонил в приют, не заберете, повешу. Обычная тактика таких людей, говорят в приюте – давить на жалость. Сейчас Огонек живет в собственном вольере и изо всех сил пытается доказать людям, что случившаяся с ним какая-то нелепая ошибка. Разве может быть ненужной такая общительная и смышленая собака, как он? Ну а работающие в приюте люди и помогающие им волонтеры неустанным трудом доказывают свою правду. Не все люди враги. Есть и такие, что кормят, лечат, строят вольеры. Их трудами территория приюта постепенно и нелегко, но все же преображается. Для здешних жильцов постоянно строят вольеры и будки, но обогреть всех нуждающихся очень трудно. Ежегодно приют пополняется примерно шестью десятками новых брошенных животных. Те, кто постоянно работает в приюте, не отчаиваются, не опускают рук, но все же нуждаются в помощи и поддержке не только волонтеров, но и всех местных жителей. Для этого от каждого из нас требуется не так уж много. Чтобы люди были ответственнее, относились к своему. Отвечивые люди были. Да, и ответственнее. Если они заводят собаку, то они с ней до конца. А если они ее потом выбрасывают, то это уже не очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова